Всем привет! Я рада приветствовать вас на отчете восьмой недели моей работы с диетологом и массажистом. Сегодня я расскажу вам очень много интересного и, как всегда, начну с того, что если вы не следите за этими выпусками, то будет логичнее не начинать с конца, а посмотреть все с самого начала. Для этого я оставлю вам ссылку на плейлист внизу. Если же вы следите за этими видео, то, пожалуйста, продолжайте смотреть, потому что сегодня будет очень много полезных советов для тех, кто находится в зоне эффекта плато, то есть вы занимаетесь, вы сидите на диете, но в то же время вес никуда не уходит, а вы это очень хотите. У меня именно такая проблема была на прошлой неделе, даже это была моя проблема прошлых двух недель. Вес у меня практически не уходил, за две недели я достигла просто минимального результата, и это вызывало у меня очень такие негативные чувства, конечно, потому что мне хотелось видеть результат, и я уже привыкла к тому, что я регулярно видела позитивную динамику. И когда проходит день-два, еще не беда, но когда проходит уже несколько недель, и ты не видишь никаких изменений, это, конечно, безумно расстраивает. И сегодня я расскажу о том, как я все-таки сдвинулась с этой мертвой точки, и начну с того, что результат восьмой недели у меня это минус полкилограмма. Это очень классный результат, особенно после такого длительного перерыва, и я уже достигла, наверное, где-то 85% общей цели, то есть мне осталось добить, может, максимум еще килограмм, ну, может, самый максимум полтора килограмма. Так вот, что меня, собственно, спасло? В первую очередь, и самое главное, это, наверное, разговор с Настей, с моим диетологом. Так как второй месяц это перерыв от массажа, то с Настей я не виделась весь этот месяц, и не получала от нее, скажем так, ежедневных таких наставлений. И что я заметила тоже, что самая большая проблема всех нас, потому что мы все, кто занимается с ней, мы все между собой общаемся в вайбе. И я заметила, что эта проблема не только моя, но и всех, а именно самодеятельность. У меня этот эффект тоже был, и так как я не получала постоянных от нее наставлений, а только давала ей какие-то свои отчеты, то, наверное, я решила поумничать и сама себе напридумывать много всего. Итак, первая моя ошибка, это то, что я не следила за количеством воды, которую я пью. Вода это, я не знаю, одна из самых фундаментальных, наверное, вещей, которые я делаю, потому что без воды вот не уходит вес и не получается. Ни вес бросить не получается, ни в объемах уйти. То есть вода реально, я не знаю, она какое-то волшебное свойство имеет. Сколько я не упиралась против воды, и как сильно я не хотела доказать, что пить чай или кофе это то же самое, что воду, потому что это тоже жидкость, потому что это бла-бла-бла. Нет, это не то же самое. Воду надо именно пить в чистом виде. И реально это огромную разницу делает. И девчонки, которые тоже сидят с вами на этой же диете, они подтверждают то же самое. Вот мои слова подтверждают, что вода это самый лучший друг. Вторая моя большая ошибка заключалась в том, что когда я начала видеть, что результат у меня стоит, или, например, я чуть-чуть где-то прибавила вес, и потом опять чуть-чуть упал, потом опять чуть-чуть набрался, моя первая реакция, вот самая первая, надо меньше есть. Значит, я уже много ем, значит, вот те калории, которые я потребляла раньше, плюс массаж, это было нормально, а сейчас вот я потребляю, например, такое же количество калорий, или может там быть чуть-чуть больше, значит, это для меня сильно много, надо меньше калорий, надо меньше есть. Вот в этом заключалась моя логика. И, в принципе, такая логика, я по комментариям смотрю, эта логика присуща очень многим. Но на самом деле наш организм, это не какая-то тупая машина, которая просто делает арифметические вычисления, то есть вы съели там тысячу калорий или две тысячи калорий, потратили вы тысячу калорий, и того тысяча калорий у вас ушла в жир. Я тоже приблизительно так это себе представляла, но на самом деле все намного сложнее, и сколько этот вопрос не изучай, каждый почему-то приходит немножко к другому выводу. Вот даже по тем комментариям, которые я получаю, я вижу, что кто-то пришел к своей цели, там, считая калорий, кто-то пришел к своей цели, убрав углеводы из своей диеты, кто-то пришел к своей цели, там, еще как-то. В общем-то, у каждого какой-то свой путь, и настолько это все отличается. Лично у меня мой путь очень странный и абсолютно нелогичный, но в то же время и логичный. В общем-то, когда я поговорила с Настей, она мне сказала, не бери дурного в голову, ешь нормально, ешь то, что ты ела, вообще не думая ни об этих калориях, ни о том, сколько ты съела. Ну, то есть, понятное дело, контролировать себя надо. То есть, изначально я получила на первый день, в первый же день я получила ее рекомендации, что мне можно кушать, как мне можно кушать. И вот в пределах этого она мне сказала, не парь себе вообще мозг вот этими вот всеми подсчетами, что тебе там что-то нельзя, что тебе там где-то надо ограничивать. Ты уже достигла там 80% своей цели, ты что хочешь сказать, что еще за полтора месяца ты там каких-то несчастных 20% не добьешь? Не мучай свой организм, нормально питайся, нормально кушай. И она меня как-то этим всем так вдохновила, что я решила, ну да, действительно, что я так запариваюсь вообще, надо продолжать нормально питаться. И как только я начала нормально есть, то есть не урезать себя где-то там в чем-то, мой вес опять начал идти вниз. Для меня эта диета какая-то безумная просто, потому что чем больше я ем, тем больше я сбрасываю вес. И я об этом говорила еще в самом начале, что организм перестает откладывать жир только тогда, когда он понимает, что он получает всего в достатке. Если он знает, что сегодня он получит, и завтра он получит, и через месяц он получит то, что ему нужно, ему не нужно в срочном порядке бежать и откладывать жиры. И на самом деле это работает, это так и есть. Как только я начала нормально кушать, ни в чем себя не ограничивать, то есть выкинула из головы такие мысли, что ой нет, вот я не буду это лишнее яблочко кушать, потому что это лишние там сколько-то калорий, зачем оно мне надо? Ой, я не буду лучше вот сейчас вот меньше положу себе там котлетку и побольше съем помидорки там или салатика какого-нибудь. Это будет для меня лучше. Вот как только я это выкинула из головы и начала снова наедаться, то есть чувствовать, что я наелась, вес опять пошел вниз. Это просто какое-то чудо чудное, но при этом меня это безумно радует, потому что не надо себя морить голодом. И сейчас я полностью уверена, что для того, чтобы сбросить вес, не надо себя морить голодом, и это наоборот, я бы даже сказала, категорически не стоит этого делать. Что, кстати, возвращает меня тоже к теме комментариев. Я на прошлом видео получила настолько разные комментарии, кто-то меня поддерживал, за что, конечно, огромное спасибо, но часть была комментариев в стиле «А чего ты, собственно, хотела?» Жрешь, в общем-то, так много, и выпечку, и всякие там сладости, и сахар себе позволяешь, и при этом думала, что ты похудеешь, ага, сейчас. Но на самом деле, что бы мне ни писали, и как бы мне там ничего не говорили, я вижу результат. Вот я реальный человек, вот сейчас перед вами сижу, и то, что я делаю, это работает. Я уже сбросила 5 килограмм на своем весе, это очень много, и я вас уверяю, что это работает. По прошлому видео я также обещала завязать с выпечкой, но я с ней не завязала. Я после разговора с Настей, я попробовала переступить через себя, выкинуть все эти мысли о том, что мне чего-то нельзя, и я себе сделала все-таки очень вкусное печенье, которое я вот вам сейчас о нем расскажу. Это печенье делается буквально, я не знаю, за 5 минут. Все, что вам нужно, это 200 грамм творога, нужно 150 грамм овсяных хлопьев быстрого приготовления, одно яблоко сладкое, но можно, кстати, делать и без яблока, и для того, чтобы обвалять потом печенье, вам нужно будет либо кокосовая стружка, либо орехи, либо кунжут, либо мак. Я изначально делала с кунжутом, но также я пробовала это печенье делать и с кокосовой стружкой. И, кстати, с кунжутом мне понравилось больше. Что, собственно, нужно сделать? Это овсяные хлопья сначала я блендером размельчила на такую пыль, как бы на муку, смешала это с творогом, на терке мелкое потерла яблоко, все это вместе перемешала, и эту массу поставила на 15 минут в морозилку, для того, чтобы она немножко стала более твердой, и легче было вылепить эти печеньюшки. После этого достала, вылепила печеньюшки, обваляла в кунжуте, поставила в духовку, запекала, я не знаю, минут, может, 15 тоже, и очень-очень классные печеньюшки. Я не добавляла сахара, я потом кушала их с медом. Очень классно, очень вкусно, и опять-таки я теряю вес, кушая печеньюшки, это не запрещено, это работает, в общем-то, да, поэтому ничего плохого в этом нет. Дальше, что из интересного я делала, не могу сказать, что это сильное что-то интересное, но мне уже немножко поднадоела молочка, потому что в последнее время на полудник я ела только какую-то молочку, либо йогурт, либо творог, либо кефир, вот что-то в таком вот духе, и мне уже, честно говоря, немножко аж подташнивать уже начало от этой молочки, и надо, конечно, периодически как-то менять свой рацион, для того, чтобы он не надоедал. И я решила молочку на полудник заменить вот такими вот батончиками с цельными злаками и клубникой. Вот этот конкретно на сле фитнес, я сначала так с опаской немножко к ним отнеслась, думала, может, не стоит их кушать, но последние пару дней, вот во время полудника, я их кушаю вместе с кофе иногда, иногда просто так на ходу, когда нужно перекусить, если я нахожусь в дороге в это время. Очень удобная штука, классно тоже работает. От них очень быстро наедаешься, но в то же время они по калориям вообще там минимальны, 87 калорий на один вот такой вот батончик. И последнее, о чем хочу рассказать, это о чекмилах. Это такие блюда, которые считаются как жульничество, то есть, по сути, они не являются какими-то супервредными, но в то же время злоупотреблять ими тоже нельзя. У меня последние два дня была какая-то авария, видимо, на районе, у меня два дня не было света, ну то есть они так с перебоями были. Сначала отключили вечером, потом дали ночью, и потом на следующий день, вообще на целый день отключили свет, и у меня вся квартира полностью на электричестве. То есть, когда отключается свет, я не то что за компьютером посидеть не могу, я не могу даже элементарно себе какого-то чая подогреть, или что-либо даже элементарно себе приготовить, поэтому последние два дня на ужин мы с мужем заказывали суши домой, с доставкой домой, и, кстати, для одесситов очень крутой сайт Pizza.ua, там суши, вот Асахи я люблю, это теплые роллы, ой, это просто вообще моя любовь в последнее время, и вот я вот эти теплые роллы заказывала, два дня подряд ела, и при этом я все равно худела. Это я уже так забегаю наперед, это уже результаты будут в следующей неделе, но тем не менее, суши, даже при том, при всем, что я их ела два раза подряд, два вечера подряд, это углеводы, довольно сложная еда, скажем так, на вечер, но в то же время результата у меня негативного не было, и опять-таки я этому безумно рада, поэтому я для себя делаю выводы, что суши для меня это отличный вариант, именно такой вот жульнической еды. Ну вот и все, на этом буду заканчивать свой сегодняшний выпуск, как всегда, контакты своего диетолога, массажиста оставляю внизу, она работает и удаленно, и с людьми, и только с Одессы, с моего города, где бы вы ни находились, она может с вами работать, вести вас по диете, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, не забудьте подписаться перед уходом, только так вы сможете меня не терять, и постоянно следить за моими видео, здесь я также для вас оставлю мои соцсети, если вам интересно за мной следить, и смотреть какие-то еще фотографии мои, какие-то вырезки из личной жизни, и на этом буду с вами уже прощаться, увидимся с вами на отчете следующей недели, пока!